Ремонт Колмовского моста, который продолжается уже два года, сильно осложняет жизнь не только автолюбителей, но и всех новгородцев. И вот опять перенос по срокам. Подрядчик не успевает. Сколько же можно чинить не самую длинную переправу, недоумевают горожане, которые в последнее время не видят на перекрытой полосе особой активности. К проблеме подключаются областные чиновники. Проверить, не превращается ли важный объект в безнадежный долгострой, отправилась первый заместитель губернатора Вероника Минина. Анна Вихрова продолжит. Цепная реакция неприятных событий вновь заставила подрядчика перенести сроки ремонта Колмовского моста. Причины вроде бы объективны. В 2019 году был потом. В 2020 – коронавирус. В итоге все дедлайны сорваны. И раньше осени ремонта этой части дорожного полотна нам ждать не придется. Мы сейчас на заказчика написали письмо о продлении сроков. И вот так примерно будем стараться к первому сентябрю запустить движение на мосту, а к концу октября завершить все сопутствующие работы уже под мостового пространства. Как заверил подрядчик, чтобы как можно быстрее закончить ремонт, компания собирается дополнительно нанять новых сотрудников для ускорения процесса укладки асфальта. В планах организовать вторую рабочую смену и привлечь субподрядчиков. Чем область может вам помочь? Помочь заказчику, помочь вам как подрядчику? Потому что сегодня этот вопрос волнует всех горожан. Поэтому повторяю вопрос, чем может область вам помочь? Ну, первое, чем область может вам помочь, это как-то, может быть, поспособствовать продлению нам сроков, потому что причины адекватные. Контракт с московской организацией будет продлен. Расторгать его муниципалитет не планируют. Но компания за срыв сроков поплатит с рублем. С 1 июля сейчас уже начисляются штрафные пении и санкции. Все, что прописано в договоре за невыполнение. Поэтому тоже будьте готовы, что в конце гарантийного срока эти санкции будут применены. Сейчас на мосту монтируются перелы в пешеходной зоне. В течение месяца обещают полностью закончить. По новому плану к укладке нижнего слоя асфальта рабочие приступят к концу недели. Что касается качества ремонта, мэр города заверил, что принимать мост будет привлеченная независимая экспертная организация. Анна Вихрова, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение.